ребята всем привет с вами александр джурасик голды лайв у нас продолжается акция чем это то ловим мы сейчас ловим то ладно лучше вам на карте покажу мы ловим эрликозавр второго поколения редкий так потом мы ловим редких дельт я наверно их и буду в основном ловить и у нас еще есть арнитомимы в общем то никого из них гибридов нет и редкий арнитомимчиков которых я наловил еще еще ранее так давайте также перейдем сейчас мы вот сюда покажу вам чего вам покажу ну вот а то чем я писал я все 48 попыток потратил на големима вот хватило мне на 13 левел короче выкачнуть ну и был бы я уровнем повыше может быть и настрелял у меня то где-то под 150 у них по ним получала стрелять плюс минус короче ну 10 левел у меня 2020 за одно попадание в обычного дают нам так давайте сейчас мы заберем нашу награду 2 бакса 20 дротиков и инкубатора у нас тут насобиралась так также вы мне там писали в комментариях что мол противник подбирается под уровень моих динозавров и короче количество кубков роли не играет я с этим не согласен потому что здесь общая лига и в полиге продвигаться нужно иметь все выше и выше уровень динозавров то есть иначе никак во первых часто мне попадались и уровнем 20 как в то время как у меня есть только 16 как бы ну я чуть не согласен что подбирается под уровень моих динозавров и если опуститься в лигу ниже то у меня будут продолжать валиться же те же самые по силе динозавры нет они стали слабее нет не там не супер пупера конечно но если опуститься еще ниже на одну лигу я думаю ниже 2 2 500 еще опущусь его тогда уже будет это точно короче понятно и это ребятки 12-часовой инкубатор нормалек монеток так насыпала редкого дела сама сыпала дель спасибо лучше бы дали мне блю блю лучше выдали так но мы сейчас будем делать не это мы сейчас вот появились такие синенькие арены раньше их не было раньше были вот только так тут а теперь одни синие так в общем то есть белые и синие с чего белые есть вот это короче только сильнейшие называется арена а это синенькая называется свирепые животные кстати они разные да но давайте попробуем со свирепых животных но 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 нам нужно все-таки команду сейчас поменять мы сражались слабенькими давайте будем брать более сильных наших теперь существ дашь не знаю кого тут брать теперь и не азуха нужно взять и пасти метродон не хочу стегича возьму ну такая пусть будет короче нас команда никого из них я не прокачивал только гены гены накачал по сливал и все общем то никого дальше не прокачивал как было так и осталось так ну что давайте вам пробовать нужно здесь больше битв раз два три дачу тут больше битв ну ладно так вот такие у нас противники давайте будем пробовать кстати здесь у нас противники слабые ха-ха можно можно было бы командой послабее взять может быть так будем брать экзотику какую-то так как кого у меня там уже такого с более слабенького но интересного а мы можем нового гибрида сделать блин а ладно сейчас посмотрим мы же можем в любое время прекратить эту битву ну то есть закончить на любом из этапов сражения и перейти так у нас тут амаргоцефал против него алыч алыч мы так шустрее хотя надо было первым уязвимо сделать к у нас скорость 104 х у него тоже 104 мы просто уровнем выше у нас контратака есть моя любимая штука прикольная так что-то это хожу первым да а урон есть у этого удара ну урона нету этого удара но во время во время во время во время а если его еще замедлить это даст нам дополнительный ход он наверно не потребуется так но сейчас кто-то появится побыстрее нас надо было его приберечь так нундазух мне вот просто интересно какие правила в этом поединке если я теряю динозавра он он часом не заблокируется то есть для этой арены потому что здесь противники слабо я не проигрывал до всего лишь играл один раз так что пока что не в курсе этого контратака и добивания ну неплохо нравится мне амаргоцефал и выглядит хорошо и сражается неплохо уровням ему конечно качнуть надо повыше так у него что блин уже сейчас будет не атаковать сквозь щит короче неудачные поставил щит щит поставил неудачно на тебе контратаку с критом неплохо давайте теперь тебя замедлим а мы не переживем ну ладно сейчас мы узнаем так будет он доступен наш возьмем раптора и одержим победу так ну вот здесь реально можно пробовать если динозавра не блокируется то вот в этих битвах мы будем тестировать любого уровня динозавров принципе мне такой вариант подходит если с ареной там ну все не сложится ух ты это только одна победа была так ну давайте дальше схватка ну то раз такие пироги то давайте-ка мы будем менять команду обратно на слабеньких каких-то но на более слабеньких так допустим тебя на тебя тебя ну давайте будем будем что-то как-то выбирать кто нам здесь интересен то есть ударов есть с ним этого мы оставим парнишку твоему парнишку оставим вот-вот красавчик только его желательно бы конечно уровень ему под не так тебя пока оставим ты будешь нашим козырем так вот тебя возьмем не зря я тебя качал и 48 штук поймал и эдмонтика возьмем но готова и вот этого давайте качнем мы все-таки то как-то несерьезно саркориксис вот так вот то есть есть у нас теперь да еще наверно к 12 level до 150 от немного давайте создадим ха хватит ли у меня саркозухов то их как не ловил так и не ловлю пока что будут акции бит 48 этих галли мимо поймать это еще тот геморрой был так как вы за глаза чуть на лоб не вылезли этот постоянно стрелять и целиться в эту точечку бегающую ты у нас там еще есть помог кого-то можно создать саркориксис и какой-то еще гибрид вот это ухо попадаются мне на карте вот эти гибриды с тоже с крокодильчиком только какой-то другой надо сейчас будут глянуть так четыре штучки эволюционируем блин прикольно это клацает зубками хорошо выглядит очень классно прорисован мне нравится давайте посмотрим на удара обход брони полтора раз запрещает у меня ухты свирепый удар не по не подтянулось описание и большое оглушение саркориксис опасен как пустынный скорпион его тело сплошь покрыта шипами из-за чего к нему невозможно приступиться от челюсти этого живота сильнее челюсти любого современного крокодила и это круто в атаку так давайте возьмем саркориксиса галли мимчика ну и одного сильного на всякий случай ну начнем с я правда не знаю какие у них скорость у себя ребятки сражаясь спер впервые с этими динозаврами по факту потому могут быть всевозможные там тупники и так далее не судите строго крепко ответил нам но у нас есть удар тоже наверно все таки при надо принять волевое решение использовать всегда максимально сильную атаку а то я люблю знаете когда динозавр уже вот в почти дохлый не использовать сильный удар а взять слабый а он потом подменяется и получается полная жопа так этот гаденыш с обходом брони у него удар по крит поймали мы поймали крит так ну мы все быстрее давайте посмотрим первые галли мимчиком сражаясь а это что такое что это значит наносит один шанс уклонение от прямого урона 50 процента ничего себе доджик офигеть офигеть индоменции индоменус мим то есть я могу каждый раз уклоняться это чё за имба такая ну то есть это удара обычный получается по силе у нас какой-то редкий барионик с красненький до саяни то что индивидуальная корень и какой-то офигеть так ну не уклонился но ты не беда а этот вас какой это полтора урона ну давайте еще останемся на арене мы еще можем уклониться это вообще прикольная штука против контратак наверно ну надеемся на уклонение гаденыш выжил на на лоу хит поинах а мы уклонились офигеть мне определенно нравится эта цыпочка очень прикольно две еще раз два три четыре еще пять побед пятер пять пять бою хорошо что за каждый будет 200 монеток я я не прочь сражаться на реально дают меньше так что мы возьмем вот так вот так возьмем и вот так ну и тебя тоже возьмем нравится мне эта птичка так на уровень будет я так понимаю расти то есть у нас уже появился синики это я ну по цвету это редкий может появиться еще потом эпические легендарные вот эти вот арены не как бы там не читал особо давайте возьмем кентрика против нас а улазаурус так это что нанесение урона полтора ну ладно начнем с него и есть контратака опять же я это уже и подзабыл ну точно не подзабыла у нас новые изменения фиг его знает кому чё там при прицепилась не пересматривал всех как из-за с блокнотиком уху это было контратака только кинтерзавр раздает так появился нундазух в общем то мы получается одним тут динуса можем и порешать много ослабление атаки это же вообще имба 63 она 90 процентов что ли ослабляет или насколько очень сильно ослабляет дайте посмотрим минус 90 этап это просто ахтунг так теперь я буду ходить первым блин ну травоядные стали злыми сейчас и чего замедление скорости не сделала меня более быстрым конечно же сделала так броня броня брони нет так появился афея кодон у него есть да нет у него снижающего снижающего снимающего все положительные эффекты короче аннуляющего удара в английском языке ну файн страйк как-то так давайте галимовичка вы вызовем сейчас так а сейчас нужно тогда глянуть на арнита мимо эх не уклонился шо ж ты меня так подводишь-то птичка еще раз следующий раз я обещаю если ты выдержишь я сделаю тебе подмену не ссы молодец ты заслужил остаться в живых уху удар кстати похоже на удар у найринха в джураск ворду за гейм кто узнал удар ставим лайк ну отлично подмена и победа блин но мне нравится ребята в общем то это то что я хотел чтобы было место где можно сражаться слабыми динозаврами ну пока что она подходит так инкубаторы а не сразу открывается это вообще шикарно мы сейчас еще денег нарубим тоже косаре где-то замутили да редкий тирекс нам тут попался идем дальше кого возьмем так уже тебя брать не будем вот так вот так вот так вот так давайте так пойдем круто круто мне нравится этого я и хотел как за если забанят будет где сражаться так эдмонтазавр милости прошу так ну что но мы и так ходим первыми это вряд ли позволит нам походить дважды это не так как монстр монстр легенд что там снижение скорости накапливается и может и не этот кода через один ход будет пропускать противник то есть как там есть не суммируется скорость здесь у нас паралич прошел отлично это трекс может может сколько там 700 700 блин пробьет наверное наш следующий раз ну хотя может и нет без крита не пробьет ну на тоненького вышли ты был двойной урон мы бьем и подменяемся отлично отработал но это был равный бой 11 плюс против десятого кстати я не обращал внимание какие у нас противники уровнем можете тут давай рэмбэйдж как горилла джордж так эрор эрор давайте еще обычным и потом подмениться выжили у него слабый удар баре оникс но здесь он не подменяется противник я так понял бей и беги так появился у нас волосатый крыс но он сейчас тут легко люблю вот этот удар с кровотечением он так хорошо дымажит неплохо так горгозавр с бонусом проатаковал ну так уровень противника в этой прямой растет сейчас посмотрим кто у нас будет в следующем заходе так хорошо прикольно мне нравится потом на следующей серии еще сразу запишу по слабой арене схватка 12 до растет потихоньку уровень давайте конковинатор кент розаур и вот так вот давайте ну это шар а то есть здесь мы можем реально приходить четыре дня идет или сколько пять дней идет вот этот бой мы можем приходить с новыми динозаврами то есть это прикольно давайте конковинатором слабенький самый так а у него нету ударов сквозь щит есть удары только сквозь броню и это обеспечит нам победу мне так кажется но это не точно у нас есть контратака у нас есть стоит щит да вот этот крит мог бы быть очень печальным да более слабый конковинатор затащил но по уровню алозаурус щит нас спас реально спас надо его выставлять заново это хорошие короче места чтобы изучать динозавров так у него есть пробивающий щит удар давайте возьмем крокодаль крокодальчика крокодила морфика так как эта штука работает она просто кусает да хорошо главное чтобы это был дэмэдж а не на следующий ход бонусы какие-то так секондонт появился примитивный короче в общем то предок и млекопитающих и динозавров всего чао мой друг отлично это у нас пятая победа у нас еще шестая и седьмая впереди это не нравится еще блин это просто шик ну каждых четыре дня конечно но и клетки рекса клетки уэксика погнали давайте смотреть на противника вот такой вот у нас уровень тогда возьмем вот так вот так вот так и вот так это мне нравится ребята ну что давай амаргоцефал выходи пожалуйста так сейчас контратаку отхватишь это правильно потому что контратака будет сейчас же уже с бонусом и сейчас еще и удар будет так а какой удар он только что использовал блин а не тот не тот удар он использовал полтора и полтора ну пожалуй здесь нам уже хана ну тут скорее всего я неправильно распорядился ударами так давайте кальмимчик сейчас его добьет и еще и себе даст неуязвимость возможно на следующий ход скорость 124 ну быстрее практически всех хищников да так у нас снова и иритаторы читая даду смотрел на него как на барионикса довольно больно бьет так ну это если он не промажет то нам хан хах пробьется за нифиг делать он а это был шикарный удар ладно давайте спасем у него жизни мало как у раптора ну скорость точнее не скорость а уклонение это он был просто имбовым если бы у у крит как мы отхватили булин это яростная болотка атака адского кабана мне напоминает всегда вот эти вот атаки ну из джорс колдзе гейм кабаны там просто лютые это был крит а но не так сильно то бьет конечно ну да но они здесь не подменяется судя потому что ни разу этого не не пытались сделать так ну еще седьмая победа блин мне вот очень нравится вот эта вот штука это то чего не хватало в игре то есть в джурс есть просто сражение до рандомные кто-то ты заходишь берешь любого динозавра любых динозавров и тебе подбираются противник ну здесь система не такая но суть так суть похоже все-таки это дает нам возможность проводить сражение хоть и никогда мы хотим и сколько хотим но уже уже на шаг они приблизились к цели так схватка тринадцатый четырнадцатый ну не знаю не знаю не знаю затащимся мы или нет но можно сюда же прийти будут и а если мы проиграем здесь будет тайм-аут в несколько часов по моему игра с цср рейсинг 2 да ну давайте начнем с мощного нашего парнишки так вспоминаем у него есть удары сквозь броню и сквозь всякую фигню так понижаем угон это самое важное либо щит ставить либо снижать а он не восприимчив к этому бараху так ну все прощай мой друг опять же если они ведут еще как-то модернизируют эти вышки к то чтобы они были всегда чтобы ты каждый день мог на них сражаться то да как бы тогда можно и не сильными блины кровотечение него не работает это печально то есть мы полюбасу покойники а эта штука по моему на следующий ход работает не буду использовать а неплохо неплохо так ну у нас сколько скорость сто двадцать шесть это больше чем уголе мимо давайте тогда даже подменимся на маргоцефала с контр-атакой может броня есть сорок процентов офигенная броня него я уже и забыл конечно про это не знал и забыл вот так это контр-атака и удар на него работает на амфибии работает этот удар так щит хотя нафиг надо в общем то он здесь не нужен был этот щит у него нет никакого супер какого-то сильного удара но хотя нет с контр-атакой эта штука окончательно оказалась полезной и еще крит отвалили круто это была наша последняя седьмая победа в общем то радости моей нет пределов ну хоть можно как-то гены поформить но горюш нужно чтобы это было доступно каждый день а лучше несколько раз в день чтобы мы нормально могли формить гены а то как бы ну без эмулятора это вообще печаль беда в большинстве городов так ну что давайте так еще заглянем мы вот сюда вот кого я ребята ловил это гриппозух эпический давайте его создадим то есть он сразу 11 левела и тогда в следующей серии мы его возьмем и будем им сражаться так двушка здоровье хорошо урон слабоват скорость хорошая броня есть шанс крита есть в общем то хороший себе крокодильчик так обычный урон запрет подмены и какой-то бонус гриппозухи напоминает гигантских гавиалов именно так гавиалы есть такие крокодилы крокодила с длинной и узкой мордой такая форма головы помогает динозавру ломить рыбу дальнейшее исследование позволяет выяснить какими еще преимуществами наделяет животных такое строение тела вот так на этом ребятки я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр и до скорых встреч всем пока 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 пока